Если вас интересует все-все, начнем с начала года. Мы составляем мобилизационный план по ликвидации лесовых пожеж и согласовываем его с местными органами самоуправления и с Державной службой надзвещанных ситуаций. То, что вы говорите, пожарные. Тренируем людей, обучаем, инструктируем, как безопасно тушить лесные пожары. Это все происходит где-нибудь в феврале-марте месяце. Потом где-то с апреля месяца у нас восстанавливается такая, скажем так, теплая погода, снег сходит и начинается пожароопасный период. С наступлением пожароопасного периода издается приказ по предприемству и начинаются круглосуточные дежурства. Здесь у нас на нашем предприятии существует две лесных пожарных станции и соответствующий персонал. Три пожарных машины, пожарные наблюдатели. Есть вышка для наблюдения. А где она находится, простите? Вышка? Да-да. Вышка находится непосредственно рядом с нашей конторой. А наблюдательные пункты находятся в селе Райгородок, там на отвале стоит. В общем, с того места видно хорошо сосновые насаждения. В основном подвержены сосновые насаждения пожарной опасности. То есть в них наиболее часто случаются лесные пожары и, в общем, основное внимание направлено на них. На нашем предприятии лесных пожаров в этом году не зафиксировано. К счастью. К счастью, да. И всего около тысячи гектар у нас. Я точно вам не могу сказать точную цифру этих площадь лесных сосновых насаждений. Около тысячи гектар на нашем предприятии. В основном у нас насаждения лиственные, твердо лиственные. Дуб, ясень, плен. Вот так. Поэтому на нашем предприятии это, ну, как бы легче, что ли, допустим, не сравнить с Лиманом. У них в основном сосновые насаждения. Да. В отличие от нас. Да. Ну, в связи с тем, что прошел дождь, пожарная опасность у нас снизилась сейчас. Ну, до этого была пятая категория пожарной опасности. Все тут дежурили круглосуточно. А пятая, сколько всего, вот, допустим, ну, объясните, я не очень в курсе. Ну, это наивысшая. Пятая наивысшая. Пятая наивысшая, да? Да. Это вот когда жара была, да? Да. Угу. Так. А сейчас снизилась сейчас какая? После дождя. Дождей. Так. И там, по прогнозам, еще дожди будут урнемы? Ну, дай бог. Ну, я сейчас не могу вам сказать, какая. Ну, может быть, первая, вторая. То есть, дождь прошел достаточно, почва мокрая, лесная подстилка мокрая. То есть, этот горючий материал, который мог бы гореть, он сейчас в таком состоянии, что не загорится даже, если там кинуть окурок или что-то такое. Но не загорится, понимаете? В основном у нас пожары происходят по людскому фактору, понимаете? То есть, товарищи, которые выезжают там отдыхать там или еще с какими там целями, может, там шырку варят в лесу, понимаете? У нас же лес в непосредственной близости к населенным пунктам. И там всякие люди, это самое, бывает. Поэтому, вот такие дела. Я понял. А скажите, вот я просто уточнить хочу. Вот там три пожарных машины. А какое количество вообще людей у вас, вот, ну, там, заступает на дежурство или вообще занимается вот этим вот безопасностью, там, следит за этим всем? Ну, два водителя. Так. И два бойца. И один наблюдатель. И один мастер лесной пожарной станции. Так. Ага. Это шесть человек, да, как бы? Ну, как на одну машину, как бы, да? Не, ну, этот товарищ, который мастер пожарной станции, он занимается руководством, находится в конторе, и выезжает машина, водитель и боец. И еще представитель лесной охраны, мастер леса этого участка, где происходит, тоже подъезжает туда. И если у него есть какие-то свои там рабочие, то все зависит от, как говорится, размера пожара. Если это небольшой пожар, машина выехала, залила все и все, понимаете? Главное, все своевременно обнаружить это все дело. Ну, да. И определить степень там, допустим, ну, опасности, да? Ну, да. Определить, где это, ну, место, где это возгорание произошло. То есть доехать туда непосредственно к месту пожара. Ну, иногда встречаются вот у нас, ну, в этом году нет, в прошлом году, вредители такие, которые там на велосипеде едут и сразу загорается в нескольких местах, там, в трех, четырех, в пяти, понимаете? Это специально поджог был, да? Да. Ну, это примерно, я не знаю, лет пять назад у нас такие случаи были. То есть машина выезжает в одно, ну, в одно место, а потом сразу сигнал еще в другом и в третьем, и мы просто разрываемся тогда, конечно. Ну, были такие случаи, что оказывали нам помощь городские пожарные службы. Не, я понял. А последний вопрос, Дмитрий Ильич, вы сейчас называетесь как? ГП Славянский лесхоз? Да, Державное предприемство Славянское лесовое господарство. Понял. Понял. Хорошо. А если сокращенное, ДП Славянский лесхоз? Понял. Спасибо вам большое.